Девочки любят из-за Джеральда Батлера, а мальчики любят из-за Лыда Вебера. Ну, ясно. Музика тут не при чём. Прохают, а давайте ещё ось це зіграем. А кто сказал, что это проблема? Это не проблема, так? Працюете на замовленнях. Физической активности у меня на карантине было больше, чем когда-либо. За 4 месяца миллион шагов, если верить телефону. Куди вы ходили? Миллион кроков по квартире? Ну, как минимум к Тоне, ну и по другим по всяким делам. Я всё хочу Тоню уговорить попеть саундтреки из компьютерных игр. Да, было. Это что-то новенькое, так? Саундтреки из компьютерных игр. Ну, просто, ну, сейчас в... Марио, возможно. Вітаю вас. Вы смотрите проект Ей Студии. Меня зовут Ольга Глечик, а у нас сегодня в гостях снова музыканты. До нас завітали пианист Георгий Кожухарь та вокалистка Антоніна Левенчинська. Вітаю вас, друзья, в нашей студии. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как ваш дуэт здесь снился, как сталося, что вы уже котрий концерт выступаете разом, что на концертце будет, ось, какие сюрпризы нас ждут. Рассказывайте. Ну, дуэт наш зародился в далеком... В 2011 году. В 2011 году. Это следующий год, это будет уже 10 лет. Ого. Кирилл. Юбилей. Я на тот момент по совместительству, ну, как я преподаю, но я на тот момент еще работал и концертмейстером на вокальной кафедре. А я на тот момент была студенткой еще консерватория. Да. Да. И по камерному пению у Галины Анатольевны Поливановой тогда училась Тоня, и, ну, по рабочему учебному моменту мы там сошлись и зародились. То есть каждый концерт у вас такой тематичный, так? Вы выбираете какую-то тему и разом играете и спеваете ее. Ось сейчас у вас какая тема? Мюзиклы. Кино, мюзиклы, саундтреки, правильно? Да. Ну, просто мы оба очень хорошо относимся к подобному музыкальному жанру. Тоня его очень любит петь, а я его очень люблю играть, в том числе и сам. А чему так? Возможность импровизировать. Я думала, сильно любите мюзиклы, там, наприклад. И сильно любим. Яки любите найбільше? Що дивитесь? Що спеваете? Переспеваете? Ну, вы знаете, у нас преобладают как раз из кинофильмов даже больше, чем из мюзиклов тем. Ну, у меня, например, началось все с призрака оперы. Как-то так получилось. А чему так все любят цей привод оперы? Ну, наверное, из-за Джеральда Батлера, я так думаю. Все ж таки, пост-пост-пост-пост. А я все-таки думаю, что из-за Лайда Вебера. Я думала, из-за музыки. Девочки любят из-за Джеральда Батлера, а мальчики любят из-за Лайда Вебера. Ну, ясно. Музика тут не при чому. Розповедайте, що ще в концерті вашому будуть? Які композиції? Як ви їх обирали? Чи суперечки у вас були? Там я хочу те, хочу інше. Як це відбувалось? Як программа здійснивалась? У нас, по-моему, такой очень нежный, душевный, творческий тандем. То есть суперечек у нас не было никогда. Ну, вроде да. Да. Поэтому как-то вот изначально, опять же, Галина Анатольевна Поливанова посоветовала нам, а почему бы, вот давайте попробуем это. Если вы хотите это сыграть, исполнить, давайте попробуем. Вот мы попробовали, и пошло, нам очень понравилось, и зрителям очень понравилось. Мы начали на выездные концерты тоже выступать с этой же программой. Ну, не с этой же, добавляли, меняли. Но в основном, как бы, эта программа пользуется всегда большим успехом. Концерт уже відбувался онлайн, так, в период карантину, и не один. Як це відбувалось, і що пишуть вам в онлайні глядачі? Дякую. Ну, как сказать, дело в том, что, в принципе, никто не ожидал ни эпидемии, ни карантина, і жить хочеться всем, кушать хочеться всем. Да, і кушать, і творить хочеться всем, і выступать хочеться всем, і как-то, а сидеть уже никому не хочеться, уже неделю на третью. І тому вот такая вот возникла у Леры идея, у Леры Виноградовой музуляція на це назвала этот проект. Когда, то есть те же самые концерты, что проводились до того, но уже в онлайн формате в лондонской. В общем-то, на данном этапе лучше, чем это, сложно было что-то придумать. И, ну... И первый, я хочу еще добавить, что первый концерт состоялся в конце марта. То есть буквально начался только карантин с 12 или с какого там числа. И вот уже как-то мы так раз собрались, и вот нам предложили. То есть, така музыкальная изоляция у вас, так? Да, музыкальная изоляция. Я знаю, что артисты часто кажут, что главная проблема онлайн-концертов, когда концерт приводится в какой-то стиль замовлений. То есть, есть определенная программа концерта, и когда глядачы смотрятся, они пишут там, что-то прохают. А давайте еще вот это зиграем. А кто сказал, что это проблема? Это не проблема, так? Працюете на замовлениях, так? Нет, но если мы играем то, что люди хотят слушать, по-моему, в итоге хорошо всем. Нам нравится, что нас любят слушать, а им нравится то, что мы играем то, что... Потому что они не хотят. Тобто вы можете экспромтом, так? Ну, желательно перепетировать экспромт. Желательно. Онлайн-концерт заканчиваем. Желательно, да. Не обязательно, но желательно. Рекламу, так? Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Ну, я пропоную передивитись уривочок з вашего онлайн-концерта та побачите, как это выглядело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ось така композиція. Мне не очень понравилась, но песня удивительная, она ее исполняла совершенно потрясающе. Она настолько музыкальная и душевная, что она не может не нравиться. Поэтому было решено, по-моему, сразу однозначно исполнять именно ее. Ну, я, если честно, этот фильм не смотрел, но музыку я знал еще до того, как узнал, что она из завтрака у Тиффани. Ну, тоже популярная. Так что, да. Георгий, вы еще и пишете музыку, так? Розкажите, как для вас прошел карантин, что написали за этот час? Чи было у вас натхнение на карантине? Чи были какие-то такие плоды карантину, можно так сказать? На карантине, ну как, у меня, я очень люблю импровизировать. Я, в общем-то, ну, особенно вот раньше песни много писал. Тоня заканчивала консерваторию с моей песней. Это у меня такой маленький предмет гордости. Большой, почему маленький? Ну да, большой предмет гордости. Да, значит, ну, а на карантине, ну, вообще, честно скажу, что я, ну, не самый образцово показательный в этом плане гражданин, потому что сидеть дома у меня не получалось. Так. Учитывая, да, ну, хотя бы, потому что надо было репетировать там те же музыляции, а живем, извиняюсь, в разных районах. Ну, вы рассказывали, вибачаю, что вы репетировали с своими учнями онлайн? Так уж, я так и чула. По скайпу это было? Ну, репетировать онлайн сложно, потому что в скайпе есть задержка. То есть, то, что, допустим, Тони поет, я это услышу через несколько секунд, а Тони услышит мою игру через несколько секунд. И поэтому любой ансамбль по скайпу, к сожалению, невозможен. Из-за этого, кстати, в консерватории очень была большая проблема, вот когда вот сдавали там по записям, большая проблема была с камерными ансамблями. С дачей экзаменов. С сдачей, да. Да, с сдачей экзаменов, да и, в общем-то, с подготовкой. Если, допустим, у вокалистов записывали концертмейстера минус, это, конечно, очень неудобно, но, по крайней мере, это хотя бы как-то выкрутились, то у камерников все это было еще сложнее. Ну, и у меня вот в связи с тем, что, как бы, дела все равно есть, а транспорта уже нет, у меня так получилось, что физической активности у меня на карантине было больше, чем когда-либо. За 4 месяца миллион шагов, если верить телефону. Куди вы ходили? Миллион кроков по квартире? Ну, как минимум, кто не, ну, и по другим по всяким делам. Понятно. А песни вы написали, или нет, на карантине? Или только кроковали? Да, нет, вот именно конкретно песен на карантине у меня не было, возможно, потому что у меня последние месяцы у меня на прозу больше настроения, чем на стихи. У меня сейчас, как бы, ну, цикл рассказов пишу, вот когда пишу, то вероятно. Такая багатограммная особенность, вы пишете, играете, все это, как бы, вас укладается. Причем стихи не про любовь, как я, когда услышала, что Жора пишет стихи, я думаю, ну, наверное, про любовь там как быть. У меня про любовь вообще ни одного стихотворения. Это философские стихи, невероятно наполненные, потрясающе, очень. Ну, и да, я просто считаю, что, во-первых, про любовь уже, как бы, сказали все, что можно было сказать, и, как бы, уже добавить особо нечего. Во-вторых, любовь – это то, о чем не рут в стихах в печати, а, ну, там, не знаю, говорят на ухо, и как получится. Дуже цикаво. Вы можете экспромтом что-то, урывочек каких-то из ваших вершив продекламовать нам? Ну, а чему не? Конечно, можно. Есть что-то такое по памяти? Бабу, Тоник, что твое любимое из моего? Трикита. Ну, это мы споем как-нибудь, когда придем в следующий раз, непременно споем. Это тоже песня. Это тоже будет песня. Смутно клубятся туманные дали, словно болотный пар. Старая женщина в вязаной шале смотрит в хрустальный шар. Что же она увидит? Что же она узнает? Там старая скатерть, побитая молью, и хлебокусочек, поеденный мышью. И чьи-то глаза переполнены болью, и дыры зияют в соломенной крыше. Старая женщина в вязаном шале дремлет в своем углу, молит богов, чтобы спать не мешали те, кто ушел в мглу, те, кто глядит печально из темноты хрустальной. Погибшие души, ненужные богу, забытые люди, ненужные миру. И чьи-то глаза все глядят на дорогу. И в крыше соломенной новые дыры. Такая сумна, мистичная история. С кого писали? Кто вас надыхнул на такую историю? Я не могу сказать конкретно это, я его написал достаточно давно, не могу сейчас уже сказать, что было источником вдохновения. У меня очень часто источники вдохновения могут быть достаточно абстрактные, просто настроения. У меня может, не знаю, начиная от какого-то там картина, книга, компьютерная игра, неважно. То есть все это потом через призму сознания обрабатывается, еще там какие-то дополнительные впечатления. И как-то вот так вот появляется какая-то новая идея. Поэтому всегда об источниках вдохновения, ну не знаю, кому как, мне говорить сложно, у меня источник вдохновения очень редко один и очень редко конкретный. Как у всех творчих людей, мабуть. А в будущем концерте вы планируете как-то свои вирши продекламировать, чи, возможно, окремо какую-то программу с виршами сделать? В конкретно будущий концерт у нас, опять-таки, завязан на мюзиклах и сунтреках фильмов, поэтому, ну разве что, если там отдельно что-то на бис попросят, но сделать концерт из моих песен, идея есть и есть давно, учитывая то, что некоторые мои песни Тоня поет. Некоторые мои песни, в общем-то, я, конечно, я такой певец, что не очень певец, но тоже иногда пою. Поэтому, в принципе, такая мысль витает и достаточно давно. Поэтому, надеюсь, что в скором будущем это будет. Так, интересно. Ну, Антоніну не будем про хату и экспромтом что-то спевать, потому что она так сразу сказала, что я не готова. Чего готова? Сегодня нет. Ну, добре, добре. Розказывайте тогда, как вы до музыки пришли и когда впервые вы слышали, что вы свое життя повяжете только с музыкой, с вокалом. Как это было? Памятаете этот момент? Безусловно. Это было уже в таком сознательном возрасте. Я изначально совершенно не планировала быть вокалисткой. А кем хотелось стать? С детства актрисой. Ну, все очень банально, на самом деле. Я хотела быть только драматической актрисой. Ну, майже вокалистка, яка спевает такие натхненья песни, то она майже уже актриса. Да, ну, это как бы связь, конечно, есть. И, ну, у меня вообще очень такая долгая история, странная, необычная, я бы даже сказала. Я принципиально не хотела петь, вот почему-то так вот я решила. Я всегда любила шить, вышивать, то есть вот как бы вот сюда. Несмотря на то, что у меня мама преподаватель в консерватории именно по вокалу, она меня уговаривала, но я не хотела. Не хотела как-то, мне это не очень все шло. И что изменилось? Ну, это грустная история. Я поступила в театральное художественное училище, я закончила его как художник по историческим костюмам театра и кино, модельер, дизайнер. Ну, и потом волей судьбы мне пришлось работать в театре, сидеть в цеху, шить, вышивать. И тут я поняла, что что-то надо менять в этой жизни, я ничего не хочу сказать плохого, но так получилось. Я подошла к маме, то есть у меня уже был, я же говорю, сознательный возраст, я подошла к маме, говорю, мама, делай из меня срочно певицу. Созрела. 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 Она, честно, я не знаю, она была в шоке, потому что, ну как же, уже в моем возрасте уже фактически заканчивать консерваторию, я только созрела. Ну, и, в общем, как-то так я настойчиво взялась за это дело и получилось, стало получаться, стало выходить. Но все-таки генов, природа. И не дарма, не дарма. Не дарма. Вы решили, никогда не бывает поздно, я впевнена. Я тоже так думаю. Потому что все было не дарма. Чтобы не говорили, это правда, да. Так, ну и остальные ваши планы после этого концерта с мюзиклами, что еще ждать глядачеве, вашему слушачеве, вашим фанатам, что ждать онлайн, оффлайн, какие планы, не знаю, концерты, мрії? Ну, скажем так, это, как говорится, чтобы мечты превращались в планы, это тостк. Поэтому на данный момент... Особенно в 2020 году. Да, особенно, да, особенно в 2020 году. Поэтому наши планы, они зависят далеко не только от нас, они зависят от ряда других людей, от, ну, высших сил. Но планы всегда есть, желание есть. То есть планы готовить программы есть, ну, как я уже говорил, и мои песни, и по классике, и по мюзиклам. И я все хочу Тоню уговорить попеть саундтреки из компьютерных игр. Да. Это что-то новенькое, так, саундтреки из компьютерных игр? Ну, просто, ну, сейчас в... Марио, может, первое, что вы не увидите. Ну, Марио, это, в общем-то, уже достаточно старая игра, и там, как бы, саундтрек не особо вокальный. Но сейчас компьютерные игры занимают ту нишу интертеймента, которую в 20 веке занимало кино, в общем-то. И поэтому сейчас очень, как бы, талантливые композиторы с мировыми именами пишут для компьютерных игр музыку, которую исполняют оркестры на большой сцене. Тикало. Да, да, почему бы тогда их не попеть? Как бы, кстати, было вот два концерта в рамках этого проекта «Музуляция». Это были саундтреки из игры аниме. Ну, и... И очень с большим успехом, очень много отзывов пришло, масса запросов. Скажем так, удивились люди, которые, в общем-то, не были особо знакомы ни с тем, ни с другим, и... Вот я, например, я была очень удивлена, насколько красивая музыка. Да, 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 что это не просто так, что что-то там для детей, а это что-то серьезное. Вот так. Цікаво, цікаво. Новое поколение выбирают саундтреки из компьютерных игр, а мы выбираем у дуэт с музуляцией. На жаль, наш час вичерпано, я мушу прощатися з вами, але не надовго. Побачимось на ваших концертах, а з нашими телеглядачами прощаюся. Зараз так, кажусь, що ви дивились предхість студии, мене звати Ольга Глечико. На сьогодні в гостях були пианіст Георгій Кожухар та вокалістка Антоніна Левенчинська. Дякую, що прийшли. Спасибо. Всего доброго. До побачення.